Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Семь лет колонии общего режима. Суд Гомельского района поставил точку в громком деле. Летом прошлого года житель Добружского района в нетрезвом состоянии сбил двоих детей. Один получил тяжкие телесные повреждения, второй ребенок погиб. Мужчина свою вину признал. Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. Также к обвиняемым применены меры принудительного лечения от алкоголизма. Хотелось бы отметить, что ранее обвиняемый осуждался к наказанию в виде лишения свободы за совершение аналогичного преступления, в котором двое несовершеннолетних погибли и одному были причины тяжкие телесные повреждения. Судом довлетворены гражданские иски о материальном взыскании морального вреда потерпевших. Правоохранители напоминают о недопустимости нетрезвого вождения, выполнении правил дорожного движения, обязанность водителей и пешеходов. Сегодня утром на улице Советской в Гомеле образовался затор из троллейбусов. Цепочка растянулась от фабрики 8 марта до цирка. Сообщение о происшествии поступило в горы электротранспорт около 8 утра. Как выяснилось, на пересечении улицы Советской и проспекта Победы у троллейбуса сорвалась штанга. В результате повредился трос, удерживающий токопроводящую линию. Образовалось скопление троллейбусов по обе стороны Советской. Пассажиры покинули общественный транспорт, некоторым пришлось пробираться через снежные заносы. Через 15 минут после приезда аварийной бригады движение троллейбусов было восстановлено. Обошлось без ущерба и пострадавших. Ремонтники заменили удерживающий трос. Шалость закончилась вызовом МЧС. В Гомеле спасатели помогли подросткам снять наручники. Молодые люди шутки ради решили примерить металлические браслеты. Услышали характерный щелчок, однако только после этого вспомнили, что ключей у них нет. Работники МЧС сняли наручники при помощи гидравлического оборудования. Состояние парней удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась. Это все новости на сегодня. Оставайтесь на Беларусь 4. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok